Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня у нас с вами видео обзор вот такой вот рисовой лапши Fobo. Так она выглядит. Покупала ее в фикс-прайсе. Цену не скажу, напишите в комментариях, уже честно не помню. Так, здесь у нас без ГМО для приготовления вьетнамского супа Fobo. Тайского Vokapot Thai. Так, здесь у нас 500 грамм, представляете? 500 грамм. Ни в одной нашей русской ремешевке, по-моему, нету 500 грамм. Наверное, не помню, ладно. Так, вот так она выглядит сзади. Сейчас посмотрим поближе. Так, здесь что-то написано. Состав рисовая мука, вода, соль, пищевая ценность на 100 грамм. А, ну, да, рисовая мука, вода, соль. Все, да? Вообще прям классно. Условия хранения, изготовитель. Так, изготовитель у нас кто? А, вьетнам. Из Вьетнам. Два года гарантия. Так, и способ приготовления даже супа. Процесс приготовления, смотрите. Вот оно идет. Подминаю немножко. Давайте вам вот так покажу. Вот, если кому-то интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, прочитали с вами состав. Ингредиенты, кстати, все прописаны, что и здесь. Но, как готовится, прямо растянуто. Вот, прямо растянуто. Причем интересный такой, там, такой... Ингредиенты такие. Имбирь, уксус. То есть, ну, обычно мы это в суп не добавляем. У них это прямо что-то такое необычное. Ладно, не будем долго болтать. Давайте посмотрим, что же у нас там внутри такое. Как она лежит, интересно. Интересно, ее закладывали сырую, что ли, что ли? Вот, или ее высушивают прямо под этот... Такая интересная она. Можно, наверное, кусочек вот так вот взять. Ну, ладно. Так, давайте посмотрим. Она такая, кстати, это прозрачная. Такая интересная. Ну, а сегодня мы с вами будем ее пробовать в обыкновенном, легком супчике. Самый такой обычный, легкий супчик я вам покажу. А такой готовить... Ну, давайте, знаете как? Наберите, давайте наберем с вами 30 лайков. 30. 30 лайков. И тогда мы с вами приготовим вот этот вот необычный рецепт. 30 лайков. Ставим лайки. Я знаю, что вы там посмотрите наверняка этот ролик. Вот. Такая, как гармошка. Ладно, будем готовить супчик. И сейчас я вам покажу, как она выглядит в супе и какая она на вкус, я расскажу. Забыла вам вкус вермишелька рассказать. Обалденная она вкусная, мягкая, нежная. Ну, по вкусу, ну, из-за того, что нежная, как бы, ну, ничего так нормально. Ну, как обычная вермишель, только гораздо нежнее. Такая вкусная, ароматная. Ну, скорее всего, ароматная, это потому, что здесь вот много всего и помидорка, и яичко вот уже добавили. Это тарелка с сыном. То есть, ну, в принципе, вкусно. В суп можно добавлять. Но неудобно, потому что она длинная. Надо было все-таки мне ее сделать поменьше. Маленькой лапшичкой такое было бы в ложечке удобно. А так то вилкой, то ложкой ешь не очень. Вместе с курицей, то есть на курином бульончике. Так это все выглядит. Зеленушечкой, помидорочкой. Это все очень вкусно. В принципе, можно покупать, добавлять в суп. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Artmania. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И с вас еще 30 лайков. И тогда мы с вами готовим то самое блюдо, которое написано на упаковке.